В час пик территория у железнодорожного вокзала похожа на улей. Десятки движущихся автомобилей, сотни пешеходов. И без того узкая проезжая часть загромождена машинами таксистов, большая часть из которых нелегалы. Но при этом старая привокзальная площадь сегодня практически пустует. Александр Смирнов, за плечами которого многолетний опыт работы в Роте ДПС, предлагает полностью изменить схему использования территории. Сегодня очень много территорий есть. И 25 лет эта территория не менялась. Хотя сегодня поток транспорта, но и другой. Сегодня надо пустить автобусы, допустим, отсюда, именно отсюда, чтобы уходил он в Витязево, в Анапскую, в Анапу. Понимаете, вот так расходился вот здесь. А у нас все проходящие. А что проходящие из Витязева идет? Вы понимаете, что он заходит сюда? Что значит проходящий? Значит он полный. Выезд получился комиссионный. В порядке на основном транспортном узле Анапы заинтересованы все службы. Исполняющий обязанности главы Анапы обходит с комиссией территорию и, конечно, обращает внимание на санитарное состояние вокзала. Это вокзал. Это лицо города-курорта. Мы приезжаем, заходим и сразу видим полную мусорницу, мусор. Никакой архитектурной формы нет. Один такой объект, другой такой. Всех заставить. Если вы хотите, сдаете в аренду, имеете с этого какие-то дивиденды, деньги, все должно быть в одном стиле. 22 железнодорожных состава в сутки прибывают в настоящее время на вокзал. И это еще не максимальная цифра. Через Анапу едут транзитные пассажиры в Крым и обратно. Отсюда отправляются в самые разные города России. Вы на приотдыхали? Витязева. Как погода? Завершает выезд тема нелегальных такси. В каждый сезон это бич Анапы. Непомерные цены и полное незнание города. Не лучший имидж для курорта. У нас такси все местные работают, нет? Ну, не все. У нас зачастую попадаются машины там... А как они заезжают сюда? Мне вопрос, а где они налоги платят? Это в основном нелегально. Если даже они, как граждане России, хотят здесь работать, они должны на учете стоять в налоговой инспекции Анапского района. Поставить информационный стенд с официальными ценами и только легальных перевозчиков. И тогда наши гости останутся с правом на выбор. На выбор достойный и безопасный. Все прозвучавшие предложения сведут в один комплексный план. Буквально каждой службе Юрий Поляков дал поручение найти оптимальный путь. Сделать железнодорожный вокзал современным и цивилизованным транспортным объектом.